Тихо-тихо четверо. Сказали трое. Саш, трое или четверо? Два стакана воды налил? Саш, на всякий путь. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы рады вас еще раз приветствовать в нашем пресс-центре. Сегодня закрылись последние избирательные участки, опубликованы первые предварительные данные. Мы проводим данные параллельного нашего подсчета. И сейчас вам представят наши результаты выборов руководитель избирательного штаба Павла Грудинина Геннадий Андреевич Зюганов и кандидат на должность президента от выдвинутой Компартии Российской Федерации и национально-патриотическими силами Грудинин Павел Николаевич. Слово передается Геннадию Андреевичу Зюганову. Добрый вечер. Мы рады вас видеть на Государственной Думе. Мы надеемся, что после столь успешных для нас выборов в следующий офис нас будет пять раз больше. По крайней мере, программа, которую предложило наше объединение и движение, программа Павла Николаевича Грудинина «20 шагов достойной жизни» получила общенациональную известность и поддержку. Какие бы вам там результаты не показывали, но главный результат всегда бывает на родине. На родине трудно быть пророком. Так вот я вам сообщаю результат, который получен Павлом Николаевичем в соцгородке, который он отстраивал последние 15 лет, который оболгали за последние месяцы за такой степени, что просто диву даешься. Он отстроил лучшие в стране предприятия, лучшие в Европу школу, лучшие технологии организации производства. Но, тем не менее, пытались все это опорочить. Вам оглашаю результаты, где он сам голосовал. Участок 1305. Голосовало 1553 человека. Туда дополнительно власти привезли 611 человек. Для того, чтобы сломать результаты голосования и показать, что даже на родине, в его хозяйстве и уникальном городке не поддерживают. И, тем не менее, результаты голосования у Грудинина 55%, у Путина 38,5%, полтора процента у Жириновского. У остальных практически почти ничего. Это главный показатель прошедшей выборной кампании. Я хочу поблагодарить всех избирателей, всех наших работников, штабов и подразделений. А у нас сейчас огромная армия, почти 100 тысяч человек ведет параллельный подсчет. По нашему параллельному подсчету на дальний момент у нас на 2,5% больше, чем показывает Центр избирком. Но мы будем в течение всей ночи и завтрашнего реализовать право на параллельный подсчет и будем вам регулярно сообщать. В целом, хочу поблагодарить избирателей, особенно Павла Николаевича, который за эти два месяца объехал всю страну. У него были уединственные переполненные залы. Он единственный, кто открыл доступ всем, кто желает, и журналистам, и избирателям, и всем остальным. Он единственный, который не отказывал никаким каналам, никаким журналистам, давал комментарии. Но он был единственный, против которого вели настоящую, абсолютно грязную информационную войну, в том числе с использованием и огромных государственных средств. Хочу и всем заявить, что если вы посмотрите даже по показателям ЦИКа результаты голосования, то все вместе остальные партии набрали гораздо меньше, чем набрал Павел Николаевич. Это вопросу о партийной системе, партийно-политических возможностях. В данном случае, как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет. И если власть до конца не поймет, что кроме левоцентрического поворота по примеру Примакова-Маслякова-Герасченко, у них нет никакого другого варианта выхода из системного кризиса и того тупика, куда загнали нашу страну. В целом общество требует перемен и требует обновления, причем обновления на курс, при котором выгодно изобретать, созидать, строить, работать, а не пьянствовать и воровать. Вот это самое принципиальное заключение, которое мы сделали из настоящей выборной кампании. Меня больше всего поразило, что страну лишили принципиального, крайне важного обсуждения всех накопившихся проблем. Мы приглашали, мы предлагали, мы наставили на полноценных дебатов. Мы предлагали и приглашали, в том числе и руководство страны, приехать в наш соцгородок, посмотреть уникальные школы, детские сады, парки, суперсовременные фермы, сады. Предлагали посмотреть, почему Павел Николаевич все основные капиталы и миллиарды вкладывал в развитие производства, новые технологии и все сделал для того, чтобы в коллективе была достойная зарплата на самой высокой стране 78 тысяч рублей. К сожалению, власти не пошли на это, а устроили то, что даже трудно назвать мочиловкой. Это нечто более грязное и омерзительное. Мы впервые настаивали создать широкий блок государственно-патриотических сил. Мы впервые его создали. Объединенные левые, КПРФ, национально-патриотические силы, 200 организаций, от писателей, художников до женских движений. Все согласились и все демократично проголосовали о выдвижении своих кандидатов. Я еще в декабре 2016 года обратился ко всей стране как лидер Патриотического союза и назвал 21 кандидатуру. Обсудили все кандидатуры. И Павел Николаевич, в том числе и в голосовании по интернету, получил абсолютную поддержку. Поэтому и мы, вынося его кандидатуру на тайное голосование на съезде, абсолютно осознанно это делали и получил он абсолютную поддержку. Это отвечаю всем тем, кто пошел и почему пошел. Но было принципиально важно, чтобы пошел человек, у которого есть блестящие результаты. Не говорили о том, что завтра будет. О том, что сделано, что можно так сделать, что это соответствует национальным интересам страны, ее безопасности и интересам всех граждан. Мы считаем, что выдвижение Павла Николаевича с реальной программой – это и было коллективное решение оппозиции. Можно было провести полноценные дебаты. Путин в своей команде и мы в своей команде. Эти дебаты дали бы возможность стране, обсудив проблемы, принять очень взвешенные и разумные решения. Мы слушали послания президента, там много добрых пожеланий. Но они не читали за 11 своих указов, 10 из которых провалены. Пожелания хорошие, но когда вы спросите, за какие деньги, откуда и кто будет делать, вы просто ахнете. Бюджет-то уже на три года утвержден, и в этом бюджете на ближайшие три года сокращение сигнования экономику на 17%, на социалку почти на столько же, а на коммуналку на 32%. И ничего, ничего не бывает, только будет хуже. А Павел Николаевич предложил программу, которая есть огромная возможность аккумулировать ресурсы и реализовать их честно именно в производственной и социальной сфере. Наш кандидат, хочу особо подчеркнуть, все сделал, мы его назвали «Формулой Грудинина», мы фильм сделали блестящий, мы его показали во всех аудиториях. Все аудитории, даже наши оппоненты, просили этого фильма, не знали, что возразить. Я говорю, ну посмотрите, ребят, потрогайте, это касается вас и ваших детей. Он сумел соединить труд, что крайне важно, справедливость и суперсовременные новейшие технологии. Вы не найдете других примеров в стране. Труд, справедливость, современные технологии. Отсюда и бесплатное образование, и прекрасная медицина, и великолепные детские сады, и забота о стариках. 450 стариков никого не бросили. Можно было это развернуть. И мы это все представили во всех регионах. Признаюсь, Павел Николаевич сегодня, наверное, первый раз слышит, штаб сегодня подвел итоги. Мы выпустили 77 миллионов экземпляров газет, материалов с его уникальным опытом, его выступлениями, его интервью. Вы имеете возможность и завтра почитать, осмыслить, и это, уверяю вас, будет работать независимо ни от каких процентов. Это принципиально важно. Мой главный политический вывод, что система, которая родилась в результате государственного переворота в 93-м году, криминально-олигархическая, полностью себя изжила. Она абсолютно неработоспособна, она неэффективна. Путин отказался от «Единой России», он задвинул ее за стенку. Ему стыдно было с ней идти, потому что она столько накостыляла стране, что стало самому ему стыдно. Мы же с ним вносили пять раз закон о детях войны. Ни разу не проголосовали. Большего позорища, чем зарплата детей войны в 10-12-х, трудно себя вообразить. Что касается Миронов, вообще ушел в кусты, а придворные партии, вы сейчас увидите их результаты, их стоимость с точки зрения оценки граждан. На мой взгляд, удержать дальше власть без диалога с нашим объединением, с нашим блоком, без программы Грудинина, без нашей команды удержать политическим методом будет невозможно. А силовые методы на фоне тяжелого внешнеполитического положения крайне сложны. Поэтому мы готовы к серьезному диалогу по решению общенациональных проблем. И наша программа, уверен, будет востребована. Что касается результатов, результаты внимательно смотрите и изучайте. Но вам советую еще раз вернуться, в том числе и к нашему параллельному подсчету. Завтра мы с утра подобьем итоги, в 12 часов совет проведем, а в 2 часа в интерфаксе представим свою программу. Что касается нарушений, вам представила, наша команда подробно изложила. А Павла Николаевича еще раз хочу от души поблагодарить. Он на выборах выступил блестящим. Любой политик может ему позавидовать. Дай Бог здоровья. Павел Николаевич, пожалуйста. Я считаю, что результаты выборов пока преждевременно комментировали. Потому что посчитано, как нам сказали, 23% голосов. И это по меньшей мере странно. Давайте дождемся, когда 90-95% будет посчитано. Но уже сейчас ясно, что эти выборы не были честны. А можно громче? Можно, конечно, громче. Но я не обладаю таким командным голосом, как Геннадий Андреевич. Попробую. Ясно только одно. Вот мы действительно, Геннадий Андреевич, прав. Мы проехали 18 регионов. Но куда бы мы ни приехали, везде есть запрос на перемены. Люди не верят власти. Люди не верят в то, что кто-то решит их проблемы. И поэтому, кто бы там не побеждал, все равно придется изменить отношение власти к людям. К тем людям, которые живут на территории. Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, оказался прав Навальный. И проголосовать два-три раза можно. И мы имеем такие примеры в Московской области. Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной. Но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определенные решения. Ясно только одно. Что мы, несмотря на всю эту грязь, которая лилась, прошли эти выборы достойно. И огромное спасибо хочу сказать тем людям, которые голосовали за нашу программу. За программу Национально-Передических сил КПРФ. Тем людям, которые встречали нас в регионах. Тем людям, которые с душой относились. Они понимали, что принимается решение о будущей страны. И я надеюсь, что тот, кто победит на выборах, сделает определенные выводы. Надо менять экономическую и политическую ситуацию в нашей стране. Надо поворачивать влево. Это видят все. Запрос на справедливость, на социальную справедливость. Запрос на исполнение Конституции, где написано, что бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Что достойная жизнь пенсионеров. Что достойная жизнь детей. Вот эти запросы мы видели каждый день, когда встречались с нашими гражданами. Власть не может не учитывать мнение народа. Поэтому спасибо вам большое, что с нами тут встречались. Я думаю, что будем еще встречаться в будущем. Когда уже все посчитают голоса. Но мы вас приглашаем еще раз в хозяйстве. Я видел разительные перемены у многих гурналистов. Когда мы пригласили 70 человек, 26 мировых агентств. Они побыли, посмотрели, походили, посидели. Каждому дали возможность вопрос задать. Я поражался Павлу Николаевичу, который охотно откликался на ваши предложения. Уже вчера, казалось бы, и тем не менее, он принял целый ряд крупных компаний, которым даже вчера дал свое интервью. Пожалуйста, Екатерина. Павел Николаевич, Екатерина Винаторова, Знак.шум. У меня к вам вопрос следующий. Уже чем бы не закончились эти выборы, да, все равно... Они закончились. Да, они закончились. И, с одной стороны, хочется понять, не жалеете ли вы, что вообще вы не обвязались, учитывая весь негатив, который вы стали самым негативно освещаемым кандидатом по данным идеологии. А с другой стороны, какое вы эти политические будущие? Вы вернетесь к делам совхоза, уйдете в бизнес или все-таки продолжите заниматься политикой? Ведь впереди выборы у губернатора Подмосковья. Павел Николаевич, Екатерина, я с чем с вами не согласен? Процесс еще не закончился. Мы должны закончить этот процесс и достойно. И я считаю, что если бы фильм «Территория социального оптимизма» или как он там назывался, «Росовхоз» показали рядом с фильмом «Крым», то голосов у нас было бы гораздо больше, несмотря на то, что действительно это сложно. Власть не может нарушать закон сама. То есть, если она нарушает закон, то она не может требовать у населения соблюдать закон. Но власть здесь, я имею в виду Центральную избирательную комиссию, в том числе и средства массовой информации, которые вы представляете, они нарушили закон по полной программе. Я думаю, что после того, как все это произошло, нужно все-таки подвести какие-то определенные итоги. Не сейчас будет пленум, который примет определенные решения. Это коллегиальный орган, и я сейчас не могу за него вам говорить. Но ясно только одно. Что, да, это были, как сказала Панфилова, величайшие выборы и самые грязные выборы на постсоветском пространстве в этого времени. Поэтому я не жалею. Я сожалею о том, что мои оппоненты и люди, которые организуют выборы, а также власть имущие, сделали из этих выборов такое грязное политическое шоу. Вы видели, да, как проходили так называемые дебаты, как подбирались эти кандидаты, что они делали. Но, знаете, это не моя вина. Это, скорее всего, моя боль. Значит, государство должно очиститься, и прежде всего, власть должна сама быть честнее и чище. Тогда, может быть, она потребует у остальных тоже исполнение закон. Так, пожалуйста, Фарида. Сейчас, два слова. Фарида. Хочу сказать, никакой необходимости в этой мочилоке не было. Я Павла Николаевича успокаивал. Против него провели три спецоперации. Против меня 46. Но никакой необходимости не было. В 96-м году американцы были в друзьях. Натовцев при Балтике не было. Бендеровцы не хозяйствовали к Киеве. Все руководящие состава страны, весь не был записан в санкционные списки. Сегодня нужно на позаре сообщества сплоченность. Нужно конструктивное решение проблем. Павел Николаевич предложил блестящий вариант. Это просто потерянное время для того, чтобы вытаскивать страну из кризиса. Я надеюсь, что после этих выборов хоть одумаются те, кто занялся столь грязной и мерзкой политикой. Что касается исполнителей, мы завтра подведем итоги. Против них будет заведено уголовное дело. У нас есть полностью документированные списки всех передач, всех материалов и все юридические заключения. Мы не можем простить то варварство, которое творилось на некоторых каналах. Не можем простить. Я сегодня сказал даже своему пресс-секретарю, слушай, ты с ними работаешь. Всех показали, артистов, художников, спортсменов. Партия, которая 20 лет работает на передовой, является главной позиционной силой, отсутствует картинки на телеэкране. Это просто хамство высшей степени. Хамство самое настоящее. Поэтому надо отвечать за свои дела. Так, пожалуйста, передать для беседы. Вопрос вам, может, Павел Николаевич? Погромчик. В 2012 году вы получили почти 18%. Павел Николаевич сейчас по предварительным подсчетам получил около 16%. А вы не жалеете, что вы думали, что Грудино не пошли сами? Павел Николаевич получил 55%. 55% запомните. Там, где он работает, где его знают, где оценивали, где видели все проказы, все мерзости. Он получил там абсолютное большинство. На мой взгляд, это блестящий результат. Что касается меня, я опытный, авторитетный политик. Но у меня нет такого хозяйства, как Павел Николаевич. Хотя я первый орден получил за Орловскую непрерывку. У меня нет такой школы, о которой я всю жизнь мечтал. Я в 17 лет пошел учителем сельской школы. Когда я увидел, какую школу мы с ним создали, я впервые себя сказал. Слава Богу, что у нас это получилось посреди полного криминала и беспредела. У меня нет такого хозяйства. Нет такого опыта в оперативном управлении. В данном случае Павел Николаевич совершенно авторитетно выдвинут и будет развиваться. Я уверен, что он и его программа будут востребованы. Это было бы прекрасное правительственное народное доверие к его программе. Президент бы назначал своих силовиков, а Павел Николаевич назначал бы тех, кто занимается экономикой, производством, промышленностью силов и социалкой в полной мере. И вы бы получили такой же блестящий результат. Нисколько не сожалею. Считаю, решение было мудрым и правильным. Спасибо. Так, все? Больше нет вопросов? Можно я? Да, последний, давайте. Алина Дедковская, газета «Ведомости». Павел Николаевич, а на следующий выбор хотите пойти? Это через шесть лет, что ли? Да. Помните фразу «Если ты хочешь насмешить Бога, расскажи мне о своих планах». Я боюсь, что выборы… Павел Николаевич, у меня просьба не отвечать на это. Хорошо. Как Геннадий Андреевич, еще так и будет все. Павел Николаевич очень хорошей перспективой. Не только на выбор. Очень хорошей перспективой. Так, пожалуйста, ваша. Можно вопрос? Сейчас, сейчас. Давайте ваш вопрос, а потом сгодер. Подолжение до вопроса. Скажите, пожалуйста, Геннадий Андреевич, вы не будете выдвигать Павла Николаевича кандидатом к губернатору Московской области? Это вопрос преждевременен. Почему? А потому, а потому. Я считаю, что готовый кандидат в премьер-министр. И программа готова. И мы можем назвать ключевых министров. Я с Ельциным после расстрела парламента не разговаривал пять лет. Мы с ним соседи, он надо мной жил. У нас во дворе бой был. Погиб консьерж. Одни пришли со мной разбираться, вторые с ним. Но когда все обвалилось финансово, он мне звонит и не поздоровался. Говорит, ну что будем делать? Я Москву курировал, когда он первым секретарем был. Он мне любой пост предлагал, только чтобы я поддержал его безумие. Я сказал, я никогда этого не сделаю. Так вот, тогда в срочном порядке собрались. Я уговаривал Примакова пойти премьером. Ельцин говорил, так пусть идет ваш Масляков. Я говорю, нет. Примаков, Масляков, Герасченко. В таком соотношении мы вытащим страну, которая свесила ножки уже в пропасть. Боррель стоил 12 долларов, а у золотовалютных резервов было 8 миллиардов. Нечем было платить стипендии, пенсии и зарплаты. Вот тогда ударили по рукам и согласились. И страна не вылезла из кризиса, и после этих выборов продолжает в нее погружаться. У Путина все решения должны созреть быстро. Я думаю, он с нами проведет полноценные переговоры на сей счет. Так, пожалуйста, галерка. Кто там? Павел Николаевич, Александр Горный, блогер Ахтумаск, скажите, пожалуйста, почему до Крыма не доехали? Вас там ждали, очень ждали. Слушайте, я еще до Дальнего Востока не доехал. Меня знаете, сколько ждали мои товарищи? Невозможно все охватить. Поэтому куда штаб меня послал, я туда и поехал. Мы с Павлом Николаевичем к вам приедем. Мы завершаем с ним потрясающий памятник Потемкину. У вас в Севастополе нет памятника Потемкину. У меня отец воевал за Одессу, под Севастополь был смертельно ранен, но выжил. Я дал обет, что мы сделаем памятник Потемкину, а он освоил Крым, он основал Севастополь, он засновал там флот, он пробил первую дорогу. Он гений в своем деле. Мы с ним приедем, устанавливать вам памятник и проведем там митинг не меньше, чем Путин недавно там проводил. Мы максимально помогаем Крыму. Кстати, мы с ним уже, с Павлом Николаевичем, Крыму освоили ваш Артек. Я убедил, в том числе и власть, там 12 миллиардов освоили, 60 объектов построили. Сделали лучший пионерский лагерь и здравницу во всем мире. В прошлом году 40 тысяч отдохнуло, и в этом году уже больше. Осталось там три объекта построить. Мы завершим и вместе с памятником к вам приедем. Так что готовьте нам хороший прием. У нас в Артеке из совхоза было 8 детей в этом сезоне. И будем ездить туда постоянно. Так что мы там присутствуем. Павел Николаевич, вам подарок. Ласточка на гнездо. А мне крейсер Москва. Я на нем был. Это очень правильно. Это крейсеру Аврору очень пригодится. Это хороший. Спасибо большое. Спасибо большое за участие. Работать, работать, работать в порядке. Завтра мы подводим итоги. Будем работать? Продолжение следует...